как он говорит и что он представляет, чтобы понять, почему они так его боятся. Когда я был ребенком, обычный педиатр за всю свою карьеру видел только один случай диабета, ювенильный диабет. Сегодня каждый третий ребенок, который проходит через его дверь, либо предиабетик, либо диабетик, что-то не так. И никто не говорит, почему это происходит. И мы знаем, почему это происходит. Это кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, а также глифосат, неоникотиноиды, атрозин и вся другая дрянь, которая содержится в нашей еде. Мы не кормим людей, мы их отравляем. Это проблема психического здоровья, депрессия, тревога, все эти вещи, аутоиммунные заболевания, которые сейчас распространены среди наших детей и которые они вызывают. Дети не должны так болеть. Они не должны жаловаться на туман в голове. Они не должны. Предполагается, что они страдают хроническими заболеваниями, принимают адирал, ельбутирол, ингаляторы. И знаете ли, инсулин и все эти другие вещи, которые совсем не похожи на то, как должны выглядеть дети. И они не выглядят так больше нигде в мире. Только здесь. У нас самый высокий уровень хронических заболеваний на Земле. И нас массово травят нашей едой. Во время ковид у нас было 16% смертей от ковид в Соединенных Штатах Америки. У нас всего 4,2% населения мира. У нас был наихудший показатель среди всех стран на Земле. Я не знаю, почему люди получают награды за это. Потому что что бы они ни делали, это было неправильно. CDC говорит, ну причина не в том, что это не наша вина. Это не было неправильным управлением ковид. Это потому, что у нас самые больные люди на Земле в этой стране. Самые толстые люди на Земле. Самые больные люди на Земле находятся здесь. И они сказали, что средний человек. Вот что говорит CDC. У среднего человека, умершего от ковид, было 3,8 хронических заболеваний. Так что у них был диабет, у них было ожирение, у них была астма, и у них было еще кое-что, не так ли? Нет, именно это их и убило. Именно хроническое заболевание привело их на вершину обрыва, столкнулось с обрыва, и ты знаешь, а ковид просто наступил им на пальцы. Ты знаешь, и сбросил их вниз. Разве не странно, что правительство, которое лоббируется крупным продовольственным бизнесом и получает пожертвования от крупного продовольственного бизнеса, не желает говорить о том, что там поднял Бобби Кеннеди. О том, что ковид вызвал столько смертей не из-за вакцин, даже близко не подходит к этой теме, не так ли? Потому что в любом случае это была больная, нездоровая популяция из-за недостатка физических упражнений, плохого питания, потенциально плохих лекарств. И люди, которые умирали от ковид, как мы все теперь знаем, были пожилыми или больными, или имели сопутствующие заболевания. Разве не странно, что сейчас, похоже, идет война с Эндрю Хаберманом, Джо Роганом или кем-то еще, кто говорит что-то.